Было слишком далеко, поэтому я и привело в него сюда. Вы видели его на берегу? Я шел по краям рыба, когда услышал его крик. Он стоял у самой воды, шатаясь как пьяный. Я сбежал вниз, набросил на него какую-то одежду и втащил наверх. Холмс, умоляю вас, сделайте все, что в ваших силах. Не пощадите трудов, чтобы избавить от проклятия наши места, иначе здесь жизнь будет невозможна. Неужели вы со всей вашей мировой славой не можете нам помочь? Кажется, смогут, так же. Пойдемте-ка со мной, или вы, инспектор, тоже. Посмотрим, не удастся ли нам предать убийцу в руки правосудия. Предоставив погруженного в беспамятство Мердока заботам моей экономики, мы вдроем направились к роковой лагуне. На гравии лежал ворох одежды, брошенной пострадавшим. Я медленно шел в самой воды, а мои спутники следовали кузьком за мной. Лагуна была совсем мелкая, и только под обрывом, где залив сильнее врезался в сушу, глубина воды достигала 4-5 пунктов. Именно сюда, к этому великолепному, прозрачному и чистому, как кристаллу, зеленому водоему, галежной собирались пловцы. У самого подножия обрыва вдоль лагуны тянулся ряд камней. Я пробирался по этим камням, внимательно всматриваясь в воду. Когда я подошел к самому глубокому месту, мне удалось наконец обнаружить то, что я искал. «Цианея!» — скричал я с торжеством. «Цианея! Вот она, левитная гриба!» Странное существо, на которое я указывал и в самом деле напоминало спутанный клубок, выдранный из грибы льва. На каменном выступе под водой, на глубине каких-нибудь трех футов, лежало странное волосатое чудовище, колышущиеся и трепещущие. В его желтых космах блестели серебряные пряни. Все оно пульсировало, медленно и тяжело растягиваясь и сокращаясь. «Достаточно!» — она натворила бед! — скричал я. «Настал я последний час!» «Стекхерст, помогите мне! Пора прикончить убийцу!» Над выступом, где притаилось чудовище, лежал огромный валун. Мы со стекхерстом навалились на него и столкнули в воду, подняв целый фонтан брызг. Когда волнение на воде улеглось, мы увидели, что валун лег куда следовало. Выглядывавшись под него, из судорожда трепещущая желтая перебонка свидетельствовала о том, что мы попали в цель. Густая маслянистая пена садилась из-под камня, мутя воду и медленно поднимаясь на поверхность. «Потрясающе!» — воскликнул из беда. «Ну что же это было, мистер Холмс?» «Я родился и вырос в этих краях и никогда не видывал ничего подобного. Такого в Сузексе не вводится!» «К счастью для Сузекса!» — заметил я. «Ее, по-видимому, занесло сюда, юго-западным шквалом!» «А приглашаю вас обоих ко мне, и я покажу вам, как описал встречу с этим чудовищем человек, однажды столкнувшийся с ним в открытом море и надолго запомнивший этот случай. Когда мы вернулись в мой кабинет, мы нашли Мердока настолько оправившимся, что он был в состоянии сесть. Он все еще не мог прийти в себя от пережитого потрясения, и то и дело задрогался от приступов и боли. В несказанных словах он рассказал нам, что понятия не имея на том, что с ним произошло, что он помнит только, как почувствовал нестерпимую боль и как у него еле хватило сил выползки на берег. «Вот книжка», — сказал я, показывая шоколадного цвета домик, насорнивший во мне догадку во виновнике происшествия, которое иначе могло бы остаться как раз закутанным в вечной тайне. На заглаве книжки «Встречи на суше и на море» Ее автор — исследователь Тж-Тж-Кун. Он сам чуть не погиб от соприкосновения с этой морской тварью, так что ему можно верить. Полное латинское название — «Гуанея капилана», а она столь же смертороса, как кобра, раны, нанесённые ею болезнению укусов этой змеи. Разрешите мне вкратце прочесть Вам ее описание. Если купальщик заметит рыхлую круглую массу из рыжих перепонов и волокон, напоминающих львийную гриву с пропущенными полосками серебряной бумаги, мы рекомендуем ему быть ченочеку, либо перед ним одно из самых опасных морских чудовищ — «Гуанея капилата». Можно ли точнее описать нашу роковую находку?» Дальше автор рассказывает о собственных встречах с одним из этих чудовищ, когда он купался у янтского побережья. Он установил, что этот чувак распускает тонкие, почти невидимые нити, нарасты они в 50 футов, и всякий, кто попадает в пределы досягаемости этих ядовитых нитей, подвергаются смертельной опасности. Даже на таком расстоянии встречи с этим животным чуть не стоили будут жизни. Ее бесчисленные тончайшие щупальца оставляют на коже огненно-багровые полосы, которые при приближающем рассмотрении состоят из мельчайших точек или крапинок, словно от укола раскаленной иглой, проникающей до самого нерва. Как ниже автор, местные болевые ощущения далеко не истерпают этой страшной пытки. Я свалился с ног от боли в груди, пронизавшей меня словно пуля. У меня почти исчез пульс, а вместе с тем я ощутил шесть-семь сердечных спасок, как будто вся кровь моя стремилась пробиться вон из груди. Вуд был поражен почти на смерть, хотя он столкнулся с чудовищем в морских волнах, а не в узенькой спокойной лагоне. Но он пишет, что еле узнал сам себя, настолько лицо его было бескровно искажено и испорождено морщинами с кривой услышкой. Я не обвиняю вас, инспектор, и вас, мистер Холмс. Ваши подозрения были естественными. Я чувствовал, что меня вот-вот должны арестовать, и своим оправданием я обязан только тому, что разделил судьбу моего бедного друга. Идет, мистер Меркер, я уже догадывался, в чем дело, и если б меня не задержали сегодня утром дома, то мне, возможно, удалось бы избавить вас от страшного переживания. Но как же вы могли догадаться, мистер Холмс? Я всеядный читатель и обладаю необычайной памятью на всякие мелочи. Слова львиные горива не давали мне покоя. Я знал, что где-то уже встречал их в совершенно неожиданном для меня контексте, дабы могли убедиться, что они в точности характеризуют то внешний вид этой твари. Я не сомневаюсь, что она всплыла на поверхность, и Маккерсон ее ясно увидел, потому что никакими другими словами он не мог предостеречь нас от животного, казавшегося виновником его гибели. «Итак, я во всяком случае оголен», – сказал Мердок, с трудом вставая из дивана. «Я тоже должен в нескольких словах объяснить вам кое-что, ибо мне известно, какие справки вы наводили. Я действительно любил Мод Келлар». На той минуты, как она избрала Маккерсона, моим единственным желанием стало содействовать их счастье. Я сошел с их путей и удовлетворялся ролью посредника. Они часто доверяли мне передачу писем, и я же поторопился сообщить Мод о смерти нашего друга именно потому, что любил ее. И мне не хотелось, чтобы она была извещена человеком чужим и бездушным. «Она не хотела говорить вам, сэр, о наших отношениях, боялась, что вы их истолкуете неправильно и не в мою пользу. А теперь я прошу вас отпустить меня в школу. Мне хочется скорее добраться до постели». Стэггерст продернул ему руку. «У всех нас нервы расшатаны», – сказал Мердок. «Ведь мы будем относиться друг к другу с большим доверием и пониманием». Они ушли под руку как добрые друзья. «Инспектор остался и молча втерил меня свои волокни в глаза. «Здорово сработано», – скричал он. «Кто говорит, я читал про вас, но никогда не верил. Это же чудо!» «Я покачал». «Принять такие эфирампы значило бы…»